Таджикистан 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 В пяти республик региона, только две, Киргызстан и Таджикистан, являются стокообразующими странами. В их горах берут начало реки, являющиеся единственной водной артерией для всего Центрально-Азиатского региона. Столица Таджикистана Душанбе, что значит понедельник, день проведения базара, расположен в живописной и плодородной Гесарской долине на высоте 930 метров над уровнем моря. Это одна из самых высокогорных столиц мира и один из крупнейших культурных и научных центров Азии. В Душанбе 13 высших десятки средних специальных профессионально-технических учебных заведений. Главные отрасли тяжелой промышленности – электроэнергетика, горно-рудная промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, добывается нефть и природный газ. Огромен гидроэнергетический потенциал Таджикистана. Общий объем гидроэнергоресурсов оценивается в 527 миллиардов киловатт-часов. Это делает государство одним из самых обеспеченных этим возобновимым источником энергии в мире. По оценкам атласа мировой гидроэнергетики, Таджикистан по удельным показателям запасов гидроэнергоресурсов занимает первое место в мире, а по абсолютным показателям – восьмое. В случае полного их использования, республика может стать крупнейшим экспортером электроэнергии в Азии. Сегодня в стране работают 9 гидроэлектростанций мощностью от 15 до 3000 мегаватт и несколько десятков малых и микрогэст. Правительством Таджикистана разработаны обширные планы по реконструкции и модернизации существующих объектов гидроэнергетики, достройке законсервированных и строительству новых ГЭС и трансатлантичных ЛЭП. И все-таки говоря, о перспективах Таджикистана надо в первую очередь учитывать перспективу демографическую. Население республики более 7 миллионов человек, примерно половина – граждане дошкольного и школьного возраста. Средний возраст жителя – 24 года. Население республики растет со скоростью более 140 тысяч малышей в год или 40 новорожденных на каждую тысячу человек. Причем все эти юные граждане поголовно получают среднее образование. В республике сейчас открывается по 100 школ в год. Рагунская ГЭС – шестая верхняя ступень Вахшского каскада гидроэлектростанций. Год назад Таджикское правительство приняло решение о возобновлении строительства своими силами. В настоящее время на станции завершаются работы по восстановлению строительных тоннелей. Возобновлена разработка каменного карьера, ведется ревизия поставленного оборудования, восстанавливаются автодороги. Заработали два бетонных завода и построен еще один дополнительный. Работы ведутся в две смены практически круглосуточно. При высоте плотины в 335 метров мощность станции может достичь 3600 мегаватт.